Это не стандартный CNC, как может показаться, а специализированный координатно-сверлильный станок, предназначенный для сверления печатных плат. Он сделан на базе распространенной механики 3018, но работает под управлением контроллера EZDRL со специально написанной прошивкой, напрямую понимающей задание на сверление плат в формате DRL. Для управления станком служит вот такой клавиатурный блок. Он совершенно стандартный. Можно подключить и обычную компьютерную клавиатуру. Для индикации есть LCD-дисплей. К компьютеру контроллер подключается по USB. Никаких специальных приложений на компьютере не требуется, достаточно любой терминальной программы, способной отправить через компорт файл задания. Сейчас мы подготовим станок к работе и отсверлим тестовое задание. Интерфейс имеет два основных режима – оператор и онлайн. Вот что доступно оператору. Базирование. Оно делается раздельно по оси Z и по осям XY. Перемещение по каждой из осей – как быстрое, так и медленное. Отключение моторов. В паузах их обмотки запитаны сниженным током, чтобы избежать случайной потери позиции. Отключение моторов обеспечивает возможность ручного перемещения. Сброс координат XY позволяет установить для задания нулевую точку. Установка точки касания. Опускаем шпиндель до касания с верлом поверхности и нажимаем нужную клавишу. Также предусмотрен автоматический поиск точки касания. Это то, что в универсальных станках называется Z-Probe. Для того, чтобы понять, какие еще параметры необходимо задать, нужно разобраться, в каком порядке станок выполняет сверление отверстия. Итак, при перемещениях по XY шпиндель должен находиться на безопасной высоте. После того, как шпиндель пришел в требуемую позицию по XY, он вначале опускается до точки начала подачи с максимально возможной скоростью. Затем выполняется, собственно, подача. Конец сверла с заданной скоростью подачи проходит до точки, соответствующей нужной нам глубине сверления. В точку начала подачи шпиндель возвращается с заданной скоростью извлечения. И, наконец, шпиндель с максимальной скоростью поднимается на безопасную высоту для перемещения в следующую точку. Соответственно, нам осталось задать безопасную высоту, предварительно переместив туда шпиндель. Глубину сверления, она задается относительно точки касания сверлом платы. И высоту начала подачи, также относительно точки касания. Скорости подачи и извлечения прописываются в заголовке DRL-файла отдельно для каждого сверла. Если они там не заданы, используются скорости по умолчанию. Итак, все параметры заданы, и наш станок готов к выполнению задания. Переводим контроллер в режим онлайн. И отправляем с компьютера DRL-файл. Хм, никакого движения. И это правильно. Смотрим на дисплей. Станок просит установить сверло номер один диаметром 0,8 мм. Также он показывает скорости подачи и извлечения этого сверла, и требуемые для него обороты шпинделя. Ну, у меня в качестве шпинделя пока что используется гравер Proxxon с максимальными оборотами 20 тысяч в минуту. Что для твердосплавных сверл очень и очень мало. У профессиональных станков обороты могут быть 1060 или даже 100, что позволяет получить скорость подачи в разы больше. Ставим сверло. Можно переместить шпиндель в удобную для этого позицию. И уже после установки сверла выставляем точку касания. Далее нужно включить шпиндель. С неработающим шпинделем операции сверления запрещены. Автоматического включения я не сделал специально. Во-первых, для безопасности. А во-вторых, у разных шпинделей может быть разное время раскрутки. Включаем шпиндель. Сейчас будет довольно шумно. И переводим станок в режим онлайн. Шпиндель. Так, просят установить сырло номер два. Ставим, включаем шпиндель и возвращаем станок в онлайн. Ага, я забыл выполнить одну вещь после смены сверла, а именно заново установить точку касания и возможно глубину сверления. Сейчас остановлю для этого выполнение задания, а потом посмотрим, привело ли это каким-нибудь отрицательным результатом. Думаю, достаточно будет несколько увеличить глубину сверления. Давайте почистим сверло и уберем стружку. Для этого я приостановил выполнение задания. Сделать это можно в любой необходимый момент. Ну вот и всё, конец задания. И вот что у нас в итоге получилось. Так, ну вот и вылезла та ошибка, когда я забыл заново установить точку касания. Глубина сверления оказалась немного недостаточной для второго сверла. и это привело к тому, что оно немножко недосверливало. Тем не менее, думаю в этом ролике мне удалось достаточно полно продемонстрировать возможности прошивки изи ДРЛ. ДРЛ. Спасибо за просмотр!